Друзья, всем привет! В этом видео поговорим про виновницу поверхностной, острой и режущей боли по внутренней поверхности бедра и коленного сустава, про портняжную мышцу. Портняжная мышца, на латыни мускулюс арториус, самая длинная мышца туловища. Средняя длина её волокон составляет 43,5 см. Вверху она прикрепляется к передней верхней подвздошной ости, опускается вниз наискось по передней поверхности бедра, переходя на внутреннюю, и прикрепляется снизу сухожилием к бугристости большеберцовой кости спереди от мест прикрепления сухожилий тонкой и полусухожильной мышцы. Портняжная мышца вместе с подвздошно-поясничной мышцей и напрягателем широкой фасции участвуют в сгибании тазобедренного сустава. При фиксированных бедрах портняжная мышца способствует наклону таза вперёд. Вместе с короткой головкой двуглавой мышцы бедра портняжная мышца выполняет сгибания в коленном суставе. Портняжная мышца принимает участие в отведении бедра. Вместе с медиальной широкой мышцей бедра, тонкой и полусухожильной мышцами, портняжная мышца стабилизирует колено в медиальном, внутреннем направлении, предотвращая вальгусный наклон, например, при выполнении балансов на одной ноге. Портняжная мышца принимает участие во вращении бедра наружу и голени внутрь. Боль, исходящая из триггерных точек портняжной мышцы, распространяется вверх и вниз по внутренней поверхности бедра и колена, но не во внутрь коленного сустава. Кроме отражённой боли, напряжённая мышца может провоцировать ущемление латерального кожного нерва в месте своего верхнего прикрепления, что может сопровождаться жгучей болью по ходу нерва, уходящей вниз по передненаружной поверхности бедра вплоть до коленного сустава. Боль, отражённую от нижних триггерных точек, можно спутать с болью, исходящей из триггеров в медиальной широкой мышце бедра. Однако болевые ощущения, отражённые от портняжной мышцы, носят более поверхностный характер, чем глубокие боли в области коленного сустава, провоцируемые медиальной широкой мышцей. Триггерные точки в портняжной мышце практически не встречаются как синдром изолированной мышцы и чаще всего сочетаются с поражением подвздошно-поясничной мышцы, прямой мышцы бедра, грушевидной мышцы, напрягателя широкой фасции, малой и средней ягодичных мышц. Также триггеры могут образоваться в мышцах-антагонистов. Длительное существование триггерных точек в портняжной мышце может провоцировать избыточная пронация стопы, которая характерна для структурной деформации стопы Мортон. Возникновению триггеров также могут способствовать острые или хронические перегрузки мышцы. Портняжная мышца чрезвычайно активна во время езды на велосипеде, прыжков, игры в волейбол, баскетбол. Переутомления мышцы в этих и иных формах активности могут спровоцировать описанные выше болевые ощущения. Для устранения триггерных точек примите положение лёжа и выполните в течение нескольких минут прокатывание внутренней поверхности бедра на массажном ролле без вибрации или с вибрацией. Затем возьмите большой массажный мяч, найдите уплотнённую и болезненную область триггерной точки и воздействуйте на неё от 20 секунд до 1-2 минут. Затем повторите в течение нескольких минут прокатку внутренней поверхности бедра на массажном ролле. После этого мышцу нужно протянуть. Так как основными функциями партняжной мышцы являются сгибание в тазобедренном суставе, отведение бедра и наружная ротация, то упражнения при которых будет происходить разгибание в тазобедренном суставе, приведение и внутренняя ротация бедра будут способствовать её вытяжению. На что это похоже? Правильно, на позу воина, вирабхадрасану, и схожие с ней варианты упражнений, при которых задняя поражённая нога уводится назад, например, продольный шпагат. Выполните доступное для вас на сегодня упражнение и зафиксируйте его в течение 1-2 минут, осуществляя вытяжение партняжной мышцы. Спасибо за просмотр этого ролика. Смотрите также другие мои видео, посвящённые лечению триггерных точек в мышцах. Желаю вам прекрасного самочувствия и пока!